По роду своей нынешней деятельностью, деятельности в качестве вице-президента нефтяной компании, хочешь или не хочешь, политические вопросы всегда присутствуют. И от них никуда не денешься. Поэтому поживем и увидим. В 2003 году Ильхам Алиев сменил отца на посту президента Азербайджана. Но до этого еще было смутное время начала 90-х и бегство его отца из-под домашнего ареста из Москвы в Нахичевань. Там, полвека назад, Гейдар Алиев делал первые шаги к вершинам власти. Там же началось возвращение опального пенсионера из политического небытия. В Нахичеване Алиева сразу избрали председателем местного парламента, Верховного Меджлиса. Это 1991 год. Пятилетняя война с Арменией из-за Нагорного Карабаха разрушила экономику Азербайджана. Миллион беженцев, безработица и нищета. Разгул преступности. В июне 93-го вооруженные мятежники под предводительством полковника Сурета Гусейнова свергли президента Абульфаза Ильчебея. Алиев въехал в Баку с передовым отрядом бойцов Гусейнова. Гейдара встречали толпы людей. По всему городу висели транспаранты с его портретом и надписью «Я дам вам то, что вы хотите». Он нашел самый подходящий момент, чтобы вернуться. Это признают даже политические противники Гейдара Алиева, в том числе его откровенный недруг Аяс Муталибов. Когда он в 93-м году пришел второй раз к власти, то я лично полагал, что это как раз тот человек, который сумеет поднять республику, оказавшуюся в очень тяжелом положении. Он говорил о том в своих интервью, что я вижу, в каком состоянии находится мой народ, республика, я чувствую, что я могу быть полезным своему народу, и поэтому, как бы то ни было, я иду на это. Может быть, даже ценой самопожертвования. Десять лет, с 93-го по 2003-й, Гейдар Алиев был президентом Азербайджана. При нем закончились боевые действия в Карабахе. Экономика республики начала выходить из глубокого кризиса. Прекратился обвал безработицы, нищеты и преступности. Алиев умело распорядился главным достоянием Азербайджана – нефтью, тонко балансируя между интересами стран Запада и России. Успешно ладил и с Кремлем, и с Белым домом, и с политической элитой европейских держав, не забывая при этом ближайших соседей – Иран и Турцию.